В России сегодня выявили два факта заражения коронавирусом. Это граждане Китая. Еще накануне вечером говорилось, что в стране нет ни единого случая заболевания. Вирус 2019 года встревожил весь мир. Эпидемия набирает обороты, а лекарства до сих пор нет. Сегодня в медучреждениях Чувашии прошли специальные учения по предупреждению распространения коронавируса. Сегодня пока проход в поликлинику закрыт в связи с особо опасной инфекцией. Карантин. Без паники это только учение. Медперсонал городской клинической больницы сегодня отработал весь алгоритм действий при обнаружении коронавируса. Объяснилось, что опасную инфекцию нашли здесь, в этой больнице. Но коронавирус у нас в Чебоксарах нет. Люди боятся открывать заграничные посылки, возвращают авиабилеты. Ситуация накаляется с каждым днем. Жертвами коронавируса стали сотни человек по всему миру. Число зараженных растет, как и число обеспокоенных этой ситуацией. Ну, боимся. А что теперь делать? Маску бы надо защищать, во-первых. Мы сами виноваты. Ходим пока вот так. Мы слышали то, что передается воздушно-капельным путем, то, что были летальные исходы. Ну, во всяком случае, считаю то, что это не так страшно, как люди считают, так как даже у нас в России большое количество умирает. Не только от... Ну, от коронавирусов, конечно, еще не было случаев, но также есть другие вирусы, которые тоже потенциально опасны. Высокая температура и кашель привели чебоксарца в больницу. С учетом эпидситуации участковый терапевт вызвал оперативную группу. Чтобы не было распространения, есть у нас специальный кювец, который расположен, получается, в машине для транспортировки. На примере пациента, который недавно прибыл из Китая, проверили готовность медиков оперативно реагировать с учетом эпидситуации. Пациента кареты и скорой помощи в кратчайшие сроки увезли в больницу для дальнейшей диагностики и лечения. Разработанные учения по оценке специалистов прошли успешно. Это плановое учение, оно у нас ежегодное. То есть в прошлом году у нас была лихорадка Эбола. Здесь мы видим вот вирус до 19-го года. Персонал обучен, весь алгоритм, тактика. То есть абсолютно все было сделано четко. Аналогичные ситуации и в других медучреждениях республики. На сегодняшний день наша республика готова полностью. Все медицинские организации оснащены и снабжены всем необходимым. Это защитные костюмы, это индивидуальные средства защиты для населения и для медицинских работников. Также сегодня стало известно, что ученика одного из образовательных учреждений столицы с подозрением на заражение увезли на скорой. Случай активно обсуждают в соцсетях. В Минздраве нам пояснили, что ситуация под контролем. И это профилактическая мера. Подтвержденных фактов сегодня в нашей республике нет. В качестве мер предосторожности врачи рекомендуют воздержаться от поездок в другие страны. И соблюдать все правила, рекомендованные в эпидсезон. Почаще мыть руки, реже находиться в местах большого скопления людей и при появлении симптомов острого респираторного заболевания обратиться к врачу. Чем скорее, тем лучше. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.